Тебе сумку не надо такую? Гля, можно тут сразу сумку купить? Вот пакет. Вот это я тоже так продавал. У меня тоже были такие пакетики. На Западной Украине. А что, тебе надо пакет? Пакет поставить. А какой пакет возьму? Обычный. Так у меня уже и мелких немало. Я ведь дал за парковку. Большой средний. На вот что. Тебе есть мелких? А ты так себе ничего и не купила нам? У вас дешевые пакеты. А вот такие почем с ручками? Вот такие 10. А когда-то было 2,50. Давай сюда. Наши колбасы. А самое главное мед с сотами осторожно. Чтоб не раздалился. Все, ребята. Мы уже вышли с этого павильона. Ой, тут так душно, да? Жарко. Да. Тут разные констовары, ряды. Озерка вообще очень большая. Да. Потому что мы уже в 12 приехали. Кстати, небо голубое. Привет вам огромный. Потому что вы так хотели увидеть озерку. Вот у меня озерка. А тут такие орешки продают. Ого, тут классно. Глядь, да? Изюк, ураган. Ооо. Тут, конечно, так лучше покупать, чем в магазине. Правильно? Кто его знает, что там? Кисташки. А тут тоже любят пробовать, да? Глядь, цукаты разные. Боже, чего только нету. Конечно, так ты покупаешь в магазине кота в мешке. И не знаешь даже вкусно или нет. Глядь, тут даже клубника дешевле. По 25. Вот я, кстати, захотел еще клубнику черешни. По 30. А там вон по 30 есть. О, глядь. Мелитопольская черешня. А попробовать можно черешнику? Глядь, какая тут клубника хорошая, да? По 30. А черешнику попробовать можно? Они еще могут. А чего ты мне? Мелитопольская черешня. Да, да. Мелитопольская черешня. Мелитопольская черешня. Мелитопольская черешня. Мелитопольская черешня. А что вы упустили цену? Сколько надо? Полкило дайте. Тебе надо домой? Да, я возьму это только. Давайте два пакета по полкило. Ой, глядь. Какая бурюля. А каждый по 20 можно? Каждый по 20. Каждый по 20? Так как? А вот на 15, 5 лет каждый по 20. Можно. Можно? Давай. А можете нам еще дать маечку, чтобы мы положили вовнутрь? А как мы будем так в руках носить? Хорошо, спасибо. Какая интересная черешня, да? 20 дней. У тебя 20 и 20, 40 минут. У меня есть, но 40 минут. Как удобно? О, спасибо вам. Пожалуйста. Если что-то куплю из меня и я дам. Хорошо. А давай еще что-то только там есть. Глянь, сколько там черешней. Гранаты для каких-то сухих. Короче, тут надо знаешь сколько денег иметь? Красивая. Ого, да. А почем ваша эта клубника? 40 и 35. Вот это по 40, да? Вот это хорошая такая огромная. Она же 35. Ну давай еще посмотрим, если что вернемся. Потому что тут же много есть клубник. 35. Это уже такие ряды овощей, да? Ну тут только черешня. Огурчики какие хорошие, маленькие. Родничок домашний, не надо? Цветочки подозреваем. А почем ваши огурчики? Вот это 60 и 80. Ого, 40, 60. А что такие дорогие огурцы? Родничок домашний. Что разве уже огурцы есть у людей на обгородах? Мне кажется нету. Тут прятался. Тебе клубничка не нужна? Давай еще, может пополкила клубнички возьму. Ну не-не, я черешеньки хочу, клубничку не хочу. Ой, а там вообще и катодлин на клубниках. Куда пойдем дальше? Там куча людей, да? Картошка молодая. Момидорки. По 30 и по 20 клубников. Горох сладкий. Да. Гля, и мяту продают свежую. И базилик свежий. Ого, там вообще черешня по 45. О, тут надо. О, тут надо. О, тут надо. Тебе часы толпятся. Тут надо. Представляешь, что тут утром делается, если тут куча людей? Жесть. Клюквочку продаю. Тут по 20 клубничка, только она маленькая. Да, абрикосы. А ну почему там Келитопинска? 30. Не чекала вообще. 50. А чё? Такая маленькая, да? Ой, ты что, я так нажираю с того сала, там колбасы. Я уже еле живой. Три лавки. Бабушка продает им лук по 25. Помидорки. 43. Это Никополь. 28. Я и смотрю, да. Очень много ворует. Да, я смотрю. Наперёд специально положил, да. А ты не ходишь, не скупляешься на рынке такие, нет? Да. Вот если б тут поближе жить, да, в центре, можно ходить. Ну что-то для своих особенная цена. О, огурчики. Дешевле всего. А шо это такое белое? Да. А шо с ним делать? Ну что быть вон облее, я думаю. Там красок еще. Первый раз такое вижу, спасибо. Пионы твои любимые. Так они уже в чахтане прошли. Ну потому что жарко, люди стоят с самого утра. Ого, глянь сколько тут очков. Ого, шо тут только нет? Тут, наверное, и вторым что-то есть или нет? Ну, тут и обои продают, и для строительства, и вещи. В общем, все, что хочешь, да? Все, да. Абсолютно. Давай на вещевой пойдем. На вещевой дальше, да. А, давай на вещевой пойдем посмотрим. Да. А нету животных не продают здесь? Нет. Рыбки там родные, попугаи. Нет. А, это длинная. Это для цветов все. Животные это там на тучем рынке, в районе автовокзала. Это специальные, да? Это там где куры продают разные? Да, да, да. О, надо еще туда пойти посмотреть. Тут уже вещевой, да, идет рынок? Да. Футболки. Ага. Рубашки, цветы, розыра. Да, и киоски с печеньками. Все, что хочешь, да? Не нужно потеряться на этом рынке. Тут уже, конечно, есть ничего не будешь, да? Угу. Тут максимум, что можно померить. Вот, какие классные, кстати, западные, западные Украины, да. Мне нравятся вышиванки, но мне нравятся темные, чтоб была вот такая. Темные? Я черные, да, люблю. Чёрная вышиванка очень красивая. Вот, что-то вот наподобие вот этого, знаешь. Такая, да, чтоб было. Боже мой, сколько тут тапочек раз. Тебе не надо ничего? Обувь не надо. Ты, кроме череши, ничего не купила на Озерце. Не, можно сейчас купить. Крышки не надо тебе до унитаза? Да, у магазина. Да, большая Озерка. Вот трусы, плавки. Распродажа. У-у-у-у. Так, сейчас будем доходить на Шевелир. Сегодня Аврора. Гля, все это 5 гривен. Что это такое? Ну, один. Социальный супермаркет. Пошли посмотрим. Здесь всё самое, самые такие мелочи. Житейские, по-самому доступно. А что, всё по 5 гривен, или что? Ну, всё. Надо сожжить. В чипах надо осталось пакет. Ого. Ну, как вам маску понравилось? Ну, давай, ставим такие ячейки. Накрывай, чтоб не украли наши черешеньки. А, тут такой до тряпки. Хозяйственные мелочи. А, ля, леска продается, катушки. О, панамка, глянь. И спреи от комаров. Смотри, даже леска на удочку есть. 17 гривен леска. Смотри, это такие весы, как Кристина Татьяне Васильевне подарила. 100 метров. Смотри, леска 17 гривен. Ага. Ну, это какая-то тоже мужчина пустая. Стоненькая какая-то. 0,3 миллиметра. Это основной какая-то. Катушки, смотри. Да, но катушки тут тоже такие. Тоже на катушку надо хорошую покупать. Ну, это социальный магазин. Ну, я понял. Приправы тоже. Глянь, сколько тут людей, да? Угу. Фольга. Пакеты с клипсами. О, это же такая бумага. Знаешь, в кафешках ставят. Угу. Такие ножи. Ой, я тоже не знаю. Ух не очень много, да. Чай, кофе. Это сеть магазинов по городу. А я не видел. Ну, тут хотя бы кондиционер работает, да? Нормально, не жарко. Судочки, тряпочки, чайник. Где не надо ничего? Покупай только у меня озерки. О, глянь, даже прикормки надо. Глент, тут даже удочки есть. Да. Да, да. Ух ты. Садок, смотри. Ой, вот этот у меня есть пацак. Смотри, какой пацак. Смотри, какой пацак. Какие катушки тоже есть. Какой пацак? А я не знаю почему. Тот я свою, по-моему, 300 сентапас. Смотри, тут пинотеста стоит. Это для нож 2 гривни, а там 10 в коробочке стоят. Это, смотри, бойлы такие. Это что же? Фибер, фибер вот. Это же тоже на карасяне. А вот, смотри, убийца карася. Убийца карася, 29. Угу. Это, кстати, по-моему, карася, да? А тут грузик. Маленький. Ну, тут грузик маленький. Ты далеко не забросишь. Тут надо такой грузик, чтобы побольше был. Кстати, вот этот бойл клюет хорошо. Да? Ну, он огромный, смотри какой. Да. Кстати, клубничный. Огромные, глянь какие. Еще карабина должна будет, чтобы залатнуть. Крючки. Смотри, эти. А вот на крючке. Ага, 25. Огромные такие. А вот это такая, как у меня, видишь, бойловая смесь. Смотри, убийца-то в столобах. О, господи. Какие пофигауты. А вот такие резкие уже по дороже здесь. 64. Ну, вот это ж веревка вот эта. Вот она. Что говорил. Помнишь? И вот тут. Ну, да. Пошли дальше посмотрим. Отвертки. Что тут только нема? Хорошо, что есть такие магазины, да? Цены очень вкусные. Вопрос качества, конечно. Переверти. Какая цель можно штрихнуть. На животных, да? На барсика. Так он у меня же есть роял канин. Думаешь, он такой корм будет есть? Я мурмур. Кипки. Это же бар. Не, кипки мне не надо. Кадушки продают. Боже, что тут нема? Мурмур. 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 Ну да, хорошо, что такое есть, да? Что все можно взять, купить. И на рынок не надо ходить, да? Кошельки раз. Для женщин. Очень приятные помады. А это что такое? Геоничная помада в виде карандаша. Да. Мне помады не надо. Я помадой не пользуюсь. Очки не хочется? Посмотри. Скидка. 69 грн. Скидка. Скидки, кстати. Да? Ну конечно. Нет, они все равно. 30%. Тебе не надо шума? Нет. Купишь себе на зиму. 50%. А ей не будет. Это однозначно. Потому что Лиля не с чем оставится. Скидки. Спроси цену. Видишь? 480 грн. Красивые такие, да? Красненькие. Да. Не курить, не сорить. Ого. Сколько шурчиков. Ты еще попробуй разобраться, да? Да. Мерить. Тебе будут предлагать. А примерочных тут нема, да? Нет, не мерить. Нет. Крапочка просто закрывается. Да? Ну да, конечно. Такие проверочные. 200 грн. Все по 200. Все. А ты что там? Что ты мне называла в женские? Какие-то? Вот только женские окна. А, стоп. А, стоп. А, стоп. А, стоп. А, стоп. А, стоп. Вот видите, запасы взять женские куточки, здесь же мужские рубашки уже пошли. Ага. Ага. Я рубашками ношу. Не люблю рубашки. Не мое. У меня уже есть одна кожа моя вкуска. У меня уже есть одна кожа моя вкуска. Слабо. Женские в ручке и заказу, что шорты не есть. Та, не спасибо нам она идет. Женские в ручке и шорты на мое. А ты знаешь, как козу проверяют? Подпаливают и если не горит, то натуральная кожа. Музочку пока так подпаливают? Я? Да. Конечно, у меня не горело. Я шучу, я там мог подпалить. Оль, там надал. А там. Где я мог подпалить? Ты шо? Ой. Ты знаешь, тут где-то где-то глаза разбегаются. Ой. У меня уже голова крутится. Честно. У меня уже немасливый. А где ты будешь мерять откупание? Я буду не разрешивать. Я просто смотрю. Ну и следующий ряд. И вот так вот. Да выходим давай отсюда. Выходим? Да. Он даже голова крутится. Значит на выход туда прямо. Вот так. И вот как мы выходим. Туалет там есть. Хочешь ты? Можете знать. Какие газорки туалеты? Огарные. Слудно понять. Я уже видел какой на набережной, что там же снимать на озерки. Я тоже, знаешь, когда на рынке работаю, так заинчено пирожки и привозила. О, глянь. Кельвин Клейн продают. Филип Лейн. Ага. Вот это ж как на Алиэкспрессе, да? На китайском. Почем у вас трусы и Кельвин Клейн? Такие, что даются. Филип Лейн. Куда так и такое было, знаешь? Сорока гривен. Сорока гривен и выше. О, у вас Кельвин Клейн тоже сорок гривен стоит? Кельвин Клейн девяносто. Ооо. Это я так и сами покупал магазин, это дороже давай. А сорок гривен? Сорок гривен ты купил? Да. Ну только не Кельвин Клейн. Кельвин Клейн дар сорок девяносто. Холодное пиво. Какие купим? Игрушки. Ого, сколько игрушек. Ух ты, какие медведи огромные. Красивые. Ого. А сколько такой мишка огромный? 1800. Тоже наверное есть отдельные ряды для игрушек. Да, 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 есть. Добавили. Та ну тут надо, знаешь, утром заходить и ночью выходить отсюда. А если ты пойдешь с утра и до обеда, в принципе, этого будет достаточно. Все можно обходить и посмотреть. Да, да. Если с 8 утра, до часу, вот так вот. Вот, а здесь мы же захладили, да, где клубника. Да. Да. Ребята, буду уже выходить отсюда с озерки. Ну конечно, честно, у меня уже крутится голова, я уже не могу здесь ходить. Надо, наверное, утром сюда пойти где-то в часика. А сколько она открывается? Да. Вот это с 8 часов прийти, да, и до обеда походить. В выходной день со мной. Да, в выходной день очень много здесь людей. А так то, в принципе, не надо ходить в супермаркет, если на озерке есть почти все.